Всем привет, друзья! Давайте не будем долго размусоливать, пройдемся немножко по тренажерным залам. Ситуация у нас какая? Как вы знаете, в Харькове прилетело во многие залы, такие, как всем известный Унифехт Горизонт, экватор, там был клуб Джет. Пульс на Северной Салтовке, в районе Довженко, я знаю точно, видел сам. На Салтовке, к сожалению, не доехал, там очень-очень жестко, там стреляют и там пока... Клуб Перамон, еще одна диспортификация по-русски. В тот район я пока добраться не могу, но надеюсь, что скоро все изменится. Да, светофоры у нас по-прежнему не работают, поэтому действуют правила главной дороги или же у кого есть автомат. очень плохо, что те, у кого есть автомат, обычно в тонировках ездят и тоже не всегда нужно определить. Поэтому, если вы возвращаетесь в Харьков, чего делать пока не стоит, соблюдайте правила и будьте очень внимательны. Так вот, по поводу залов. Да, разрушено много и будьте уверены, мы все восстановим, будем восстанавливать, как только у нас перестанут летать над нами ракеты и уебаны вернутся к себе на родину, закроются забором и будут там жить. До этого пока нет возможности это сделать, но есть возможность решить следующие вопросы. В принципе, что мы уже и сделали, частично с помощью сорги, спасибо тебе огромное. Привет! Здорово! А ты что тут? Занимался отлично, спадел. Да? А что, пульжим, все? Все, пульжим, да. Да нет, я всем желаю, как кажется, процветания после войны. Все будет хорошо, да. Саня поможет всем восстановить. Даже вот это. Да тут ничего страшного. Сейчас включил, новости посмотрим. Да там одна, одни фейки. Ребята, все, кто помогали. Илюха Колдунов, тоже спасибо за твоего товарища, он нам очень помог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, по поводу залов. Я, в принципе, отсутствовал какое-то время. Я вывозил семью, сейчас я вернулся. Как раз это все происходило. И в некоторых залах, к сожалению, было мародерство. Даже, скорее всего, из клиентов, что очень печально многих. Может быть и нет, я не буду утверждать. Но мародерство было. Поэтому, по возвращению, все, что мы могли спрятать, все мы попрятали. Что не смогли, могу сказать, обратиться сейчас и к хозяевам залов, и к тем, кто эти мародерство учинил. Не буду скрывать, ко мне обращались люди с просьбой, ты же знаешь, где разбомбленный зал, ты же разбираешься в тренажерах. Ну, давай мы что-нибудь вынесем, тут немножко позанимаемся. Нет, я в такой хуйне участвовать не буду. И так как я здесь остался, скорее всего, один сервисник, в принципе, на этой части территории, никто в этом участвовать не будет. Даже если бы кто-то еще остался, я думаю, он бы тоже отказался. Это первое. Второе. Если же без моего участия или ведомо кто-то все-таки осмелится вынести тренажер из зала, его ждет две вещи. Первое. Он просто охуеет от того, как тяжело вывозить тренажер из зала. Потому что перевозками залов мы занимались, мы знаем, что это большая логистика, даже в мирное время. Это не один час, а то и день, если мы говорим о зале. Поэтому не заметить это будет очень сложно. Это первое. Второе. Даже если каким-то способом у него получится вывезти какой-то тренажер из зала, я вас уверяю, в большинстве залов тренажеры все уникальные. Мы их, я, мастера, которые здесь работали, нас тоже не так много. У нас очень узконаправленная сфера деятельности. Мы их все знаем. Прям вот до винтика, до полтика. Мы даже знаем, где какие залы стоят, потому что мы их крутим ежемесячно, даже ежедневно иногда бывает. Поэтому тренажеры все нуждаются в обслуживании. Просто так его поставить и заниматься не получится. А кто приедет на обслуживание? Конечно же, я приеду на обслуживание. Я узнаю, что это за тренажер. Я узнаю, откуда его взяли, естественно. И будет пиздец. Поэтому, даже если вы купите тренажер, имейте в виду, если вы вызовете меня на обслуживание, и он будет пиженый. Но будете объяснять, где вы его взяли и почему вы его взяли. Я уверен, что такая ситуация будет по многим тренажерным залам, по многим сервисам. Я сомневаюсь, что в этих условиях кто-то будет молчать, даже когда ребята вернутся, мои коллеги. И даже, я думаю, что даже если эти тренажеры... Вы поймите, наша деятельность, она очень специфична. Я работаю в Украине, я работаю за пределами Украины. То есть, меня вызывают даже в другие страны, потому что сфера деятельности узконаправленная. И не в каждой стране есть мастер или в городе. Поэтому, ну, скрыть факт хищения будет очень сложно. Да, вы можете попиздить какие-то мелкие гантельки, гирки. Но это все, я думаю, не так существенно, как если кто-то решит украсть беговую дорожку. Друзья, все будет хорошо. Я в Харькове, Украина победит. Мы все восстановим, все будет круто. И 9 мая мы еще пожарим шашлычки на Северной Салтовке, все будет хорошо. Давайте держитесь и делаем спорт вместе.